И вышли в сад рекурсионных, все три умилые, зато ребят с милой. Её на моей мозг, голова в следующем день, документар, венериатор и коров, кусковастей. Милые гельки учёночки, отбили, гельки учёночки, и отбили, гельки учёночки, отбили, гельки учёночки! Хватит, хватит, поприцали, хватит, попросили, а теперь мы вас попросим, чтобы вам попросили! Спасибо, товарищи, спасибо, товарищи! За весёлую, улыбку, мухам и глухам! Представьтесь, пожалуйста. Виноградский Игорь Феофанович. Игорь Феофанович, от вас зависит, будут ли жители района в тепле, или вы их заморозите? У нас, конечно, не один истопник в Латашинском районе, а есть истопники, которые командуют коммунальным хозяйством, помогают им, руководят им. И, естественно, Латашинский район, конечно, есть трудности, проблемы, есть нерешённых много вопросов, но на сегодня можно сказать с гарантией, что Латашинский район никогда не замёрзнет. Здесь сидят два наших руководителя, генеральный директор телекомпании «Московье» Александр Николаевич Крутов и глава Латашинского района Анатолий Анатольевич Лютенко. Пусть они нам всю правду скажут. Как я понял, судя по частушкам, какие они поют, вашим латашинцам палец в рот не клади. Ну вот сейчас, говорят, последние данные, статистика сообщает, что было 60 миллионов долгу, сейчас 100 миллионов вы отдаёте только по налогам. За тот год маленькое Латашино, порядка около 100 миллионов, заплатили налогов в федеральный бюджет. Вообще в этот год мы район недотационный, практически недотационный, мы живём всё, что мы зарабатываем, мы живём, и за газ, за свет за всё платим, и так далее, школы, садики, народное образование, всё, и главное, ещё страну кормим. Поэтому вот наш народ замечательный, латашинский, видите, такой скромный, застенчивый, это народ, который кормит нашу страну. Ну не всё, конечно, но часть тоже отдаёт. Даже когда заводы не работали, у нас народ никогда не грустил. Вот, поэтому всё было, вот возрождение Латашино нашего, построено именно на оптимизме, на трудолюбии нашего народа. Народ удивительно трудолюбивый. И поэтому таких проблем, таких каких-то преград, которые могли бы помочь нашему населению, и что-то строить, и петь, и выращивать детей, вообще нету тогда. И вообще смешно, когда я смотрю, когда вот везде происходит такое, знаете, слёзы какие-то такие происходят, нытьё происходит, наш народ всегда, несмотря на все трудности, и пляшет, и поёт, и танцует. Поэтому и заводы все возродили, заводы все работают, и ещё новые сейчас строить начинаем, поэтому всё будет нормально у нас. Дай бог! А вот такой вопрос. Как у вас с рождаемостью? Как рожаете-то всё-таки? Это же самое главное. Повышаем, работаем. Здесь вот много есть многодетные семьи? Есть. Кто? Вы? У меня трое. Сколько? Трое. Трое, да? Трое. Так. Кто? Дочки. Три дочки? Три дочки. Вот. Помощь власть оказывает какую-нибудь? А как же. А как же. Ну, если оказывать, значит, наверное, четвёртого надо будет, и пятого. А? А что все заулыбались? Думаем. Думаем? Думаем. Да, мы за, да. Вы за, да? Да. Ну, вот я возглавляю образование в районе, и у нас, конечно, как и в других районах Московской области, тоже такая проблема со временем возникла. Проблема наполняемости школ. То есть школы у нас всё меньше и меньше становятся, и даже некоторые мы закрыли. Но вот в связи с тем, что в этом даже году у нас уже больше родилось детей, чем в предыдущие годы, мы надеемся на то, что и образование будет дальше процветать. А? А чего на голове не растут цветочки, а растут они в траве? И на каждой кочке, если волосы растут, значит, их сажают. А чего сажать цветы? Нам не разрешают хорошо бы сделать так, срезать все кудряшки. И на макушку красный мак, а вокруг ромашки. А сестрёнки посажу. Я, конечно, розы не цветов прекрасней роз, а сестрёнка слёзы нет. Я всё маме расскажу, убегу и спрячусь, вот возьму и посажу. Ей за это как-то, а тебе я посажу. Ландыши, гвоздику, научиться бы ещё. Сеять землянику, а чего на голове? Не растут цветочки, а растут они в траве. И на каждой кочке, вот была бы голова, голова, что надо, лес, кусты, цветы, трава, тишина, прослада. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Для кого пляшем, поём, как не для наших детей. Латашино, я ещё сегодня убедился, это и есть тот русский дом, о котором мы рассказываем, в котором живут люди разных национальностей, живут, дружат между собой, в согласии, в мире. Вот это вот и есть наша мечта, наша цель и наша забота сегодня. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сегодня мы продолжаем знакомство с Латашинским районом Московской области. Ещё недавно один из самых отсталых, в этом году он не взял из бюджета ни одного рубля. Наша студия собрала в эти подмосковные вечера тех, кто живёт, растит детей и приумножает своим трудом эту прекрасную землю. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Если ехать вам случится от столицы не к Москве, там, где лоб струится в неизменной синеве, от моста немного справа, перед вами будет дом. Слева тёмная дубрава и поля луга кругом. Этот старый дуб на одной из улиц Латашино один из немногих, что уцелели от некогда тенистой дубравы, воспетой Александром Сергеевичем Пушкиным. Сегодня многие возвращаются к Пушкину, значит, возвращаются и к дубу. Дуб он воспел лучше всех, в том числе Латашинскую дубраву. И вообще Россия считается лукоморьем Пушкина. Так что спасибо, друг. Местный краевед Борис Иванович Животов утверждает, что великий поэт, проезжая из Москвы в Санкт-Петербург, не мог не встречаться с этим дубом. Как знать, может быть, именно во время отдыха под его раскидистой кроной рождались у Александра Сергеевича поэтические строчки, которые дали основу некоторым пушкинским произведениям, хорошо известным нам с раннего детства. Местные старожилы гордятся своей историей. Ведь для них Латашино — это малая родина. Пройдут годы, и гордиться историей будет эта юная жительница Латашино, которой отроду всего несколько часов. Родители дали ей красивое имя — Ангелина. В этом году в районе родилось на 30 детей больше, чем в прошлом. Значит, будет кому читать сказки Александра Сергеевича Пушкина в тени старого дуба. Жизнь продолжается. Песня. 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 «Сердь открой» «Сердь открой» «Дай не услышать ангельский порк» «Господи мой, сердце открой» «Знаю, ты Божий Бог». Ангела Бог посылает с небес Для возвещения Божьих чудес Силу и радость приносят они Весники Божьей любви Господи мой, сердце открой Дай мне услышать ангель светло Господи мой, сердце открой Знаю, ты Божий Бог В советские безбожные времена именно наши бабушки крестили своих внуков и хранили веру православную и наши традиции И сегодня в Латашинском районе эта традиция сохраняется Вы знаете, что в Микулино городище восстанавливается именно силами бабушек православный храм Архангела Михаила Десять лет назад старушки села Микулино городище взялись восстанавливать древний храм Михаила Архангела Вынесли весь мусор, покрасили стены принесли иконы и теперь по воскресным и праздничным дням приходят сюда помолиться О чем же они просят? Каждый год мы ждем все священника и десять лет у нас священника нет Вот это, конечно, это большая, большая у нас, как говорится, неприятность в этом плане Без пастыря храм не возродится и молодежь сюда не придет Без пастыря кто-то постоянно ворует старинные иконы а перед нашим приездом пытались снять колокол И все эти десять лет Микулинские старушки звонят в него Вдруг в епархии услышат и пришлют священника Скажите, пожалуйста, ну а вот как-то вы своей властью сможете повлиять на то, чтобы в Микулино городище, в храм Архангела Михаила к этим замечательным бабушкам прислали все-таки священника Вопрос уже решен Значит, я думаю, что в начале Нового года уже будет и священник будет Микулино городище У нас восстанавливается еще несколько храмов восстанавливается И сейчас идет такая большая дискуссия у нас где строить большой новый храм У нас в Латышино был прекрасный храм Он у нас был уничтожен в 50-е годы Вот, и сейчас такая идет дискуссия где мы решили принято Храм будет строиться Сегодня у нас в гостях ветераны Великой Отечественной войны и труда Когда солдаты Победы возвращались домой им предстояло участвовать еще в одной битве восстанавливать семьи восстанавливать разрушенные дома Я была в 112-й Сибирской стрелковой дивизии в 385-м стрелковом полку с ранинструктором Потом Курская дуга Я прошла до Праги С Сталинградом я провоевал 9 дней Бегал с пулеметом с ручным С немцами встречался вплотную В окопы врывался Вплотную встречался с немцами Так что я простой солдат 11 мая кончил воевать Ну какой же вы простой солдат Вы гвардии рядовой победы Я сама, товарищи, с Сталинграда Ну как видите, старость Латашинский район меня пригрел И вся моя семья здесь У меня трое детей Семь внуков и два правнука И все живут в Латашино Я счастлив, что я дожил до этих дней Россия обретет былую стать Которую по книгам мы любили Когда в ней станут люди вырастать Такие же, как те, кого убили Сейчас эти люди у нас вырастают Фронтовая чарка тоже должна быть Аплодисменты Аплодисменты Не волнуйся, мама, за меня, Честным полем будет он скакать, Счастье дала, каштаны искать, А ты лети, лети, мой верный друг, Далеко копыт, мы слышим внук. А ты лети, лети, мой верный друг, Далеко копыт, мы слышим внук. Ах, не ругай меня, мама, не ругай, Жизнь так сладко манит меня так, Параноматься при руганях, Ах, не ругай, мама, не ругай меня. Эй! Чтобы на реке сердце не остыть, И родную землю не забыть, Дай мне путь, меня благослови, Материнской доброй дай любви. Дай мне путь, меня благослови, Материнской доброй дай любви. Ах, не ругай меня, мама, не ругай, Жизнь так сладко манит меня так, Параноматься при руганях, Ах, не ругай, мама, не ругай меня. У Латышина очень много рабочих династий, здесь они присутствуют. Одну из них мы сняли во время нашего путешествия по району. В тот день Виталий остался на хозяйстве за старшего. Младший брат повез родителей по делам. И ему досталось следить за курами, утками, гусями, поросями и коровами. И попробовать что-нибудь упустить. В хозяйстве Меняевых матриархат. После армии Виталий мог бы перебраться в более благополучный город. Но как бросишь родителей, так же поступил и младший брат. Чтобы как-то облегчить их деревенскую жизнь. А как нужно ее облегчить? Ну, помочь им, помогать. Если я уеду, они, кто здесь, опора на кого будет у них. Вот с этой целью. И как ты помогаешь? Ну, как деревенские проблемы у них здесь свои, дрова, скотина, все, придворье, вот это все. За шесть лет они пытались поднять свое личное хозяйство на основе арендного подряда. Но государство только продекларировало фермерство. Вернулись в совхоз. Коллективом мы все-таки сильнее. Только с жильем проблема. Когда-то понастроили крестьянам квартирные коробки. А хочется жить на земле. Рядом с гусями да коровами. Любой приезжий может поставить дом. А Виталию нельзя. У него здесь квартира. Пожалуйста, представь мне твою семью. Мать Людмилу Михайловну. Отец Меняев Василий Васильевич. Младшая сестра Меняева Анна Васильевна. Брат Меняев Василий Васильевич. Младший. Василий Васильевич, вот Вы как считаете, та проблема, которую я затронул в этом сюжете, о том, что городским можно иметь сколько квартир они съедят, да? Как суверенитет в свое время. А деревенский, вот если есть у него свой уголочек, то он уже никуда дальше деться не может. Это правильно или неправильно? Да, в принципе, правильно. Правильно, почему? А куда мы можем деться? Финансовое положение никогда не позволит в настоящее время построиться. Ну, а если бы Вам разрешали построиться и были такие возможности, Вы бы построились? Я живу в своем доме, а это их трудности, что они пусть сами думают, что они хотят. Все наши молодые люди, тем более, которые живущие у нас на селе, должны строить и иметь возможность строить свои дома. У каждого человека должен быть свой дом. У человека должна быть семья, должны быть дети. АПЛОДИСМЕНТЫ Все дороги ведут в Абитары Дом-де-По. Приходите в наши магазины посмотреть на новые коллекции спален, гостиных и мягкой мебели. При покупке любого гарнитура Вы получите скидку и подарок от фирмы к Новому году и Рождеству, который Вы выберете сами. Звоните нам по телефону 393-0393. Представляем сосудистый доктор. Американские врачи назвали его препаратом 21 века. Сосудистый доктор избавил меня от гипертонии. Спасибо. Невероятно, но это лекарство, по сути, вернуло меня к работе. Головная боль, головокружение, тошнота, похмельный синдром, шум в ушах, сердечные боли. Вот симптомы, от которых Вас действительно избавит сосудистый доктор. Интересно, когда спросили Ваше руководство, какой же народ здесь живет, сказали, латашинский народ, такая нация у нас есть. Но, когда мы приехали в Латашино, нас отвезли в чувашскую деревню. 20 лет назад эти люди приехали сюда на заработки, а остались здесь навсегда. Эту песню они поют на чувашском языке, хотя давно считают себя латашинцами, потому что эта земля приняла их и помогла раскрыться их талантам. Вы знаете, что у Латашино может быть город по-братим? Я не знаю, я думаю, что он будет, потому что у нас сейчас друзья здесь и в Болгарии, и есть... А вы хотите... Я вам скажу, вы многие, может быть, и не знаете, что в свое время... Ну, вы знаете, что в 13-м году в Латашино был построен вокзал, а рельсы к нему так и не подвели. И в мире есть еще один такой город, Париж, где построили центральный вокзал, а рельсы также не подвели. Но теперь в этом здании находится центр современного искусства. Вот представьте, если вы свой вокзал, где окна забиты, рушится кирпич, подремонтируете, сделаете центр современного искусства, и французы к вам будут ездить, а вы к ним. Нормально? Мы не возражаем. КОНЕЦ У нас и взрослые, и дети очень талантливые. Вы сами сегодня видели. И вот сидят ребята из сельской гимназии, из общеобразовательной. С ними сидит директор. Сидят резчики, режут. Ксюша вот наша привезла немного картин, которые у нее свой вернисаж есть. И вообще вернисаж всех ребят, кто умеет рисовать в этой гимназии. А вот по левую сторону сидит человек, который начал рисовать и с той же Микулинской стороны в 76 лет. Сегодня ему под 80 лет. И вот эта передача поколений, творчества, вот такого духа, наверное, это хорошо. В Микулинской гимназии учатся 230 самых обыкновенных деревенских детей. В каждом из них преподаватели находят свой талант, будь то компьютерное моделирование или народный промысел. Здесь учителя не гонятся за модными реформами, а используют только лучшие достижения русской и советской педагогики. Мы должны считаться с тем временем, с изменением или с психологическими особенностями детей и современной молодежи. Да, у нас 42 гектара поля, два трактора с необходимым оборудованием для обработки. Мы ежегодно выращиваем зерновые, овощные. У нас пришкольный участок опытный, 15 соток. Поэтому мы полностью обеспечиваемся картошкой, свеклой, морковкой, зеленью. Поэтому стоимость обедов у нас в столовой до 3 рублей. Это первое, второе и третье. Я хочу, чтобы наши сельские ребята были конкурентоспособны, вот выйдя из стен школы. Не секрет, что городские сверстники по своему уровню развития опережают наших сельских детей. Но к нам в деревню поднимать село никто не приедет. Поэтому наша задача подготовить смену для подмосковного села. Эти ребята, кем бы они ни стали в будущем, уже не будут только производителями материальных благ. Здесь, в школьных стенах, они научатся жить в повседневной, отзывчивой связи с природой, с традициями своей семьи, края и всей страны. В тумане утренним седом, скрыт от людей волшебный дом. Днем колокольчиков в саду, динь-дом, 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 динь-дом. Туда нелегок переход, но там мечта моя живет. И неспроста меня зовет волшебный этот звон. Днем колокольчиков в саду, динь-дом, 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 динь-дом. Колокольчик мой хрустальный, то веселый, то печальный, я из тысячи голосов, динь-дом, динь-дом, слышу твой волшебный звон. Динь-дом, 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 слышу твой волшебный звон. Пускай на сердце тяжело, и над добром смеется зло. В том доме ты найдешь тепло, поверь, 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 поверь. И пусть вокруг седой туман колдует стволный слой шаман, Но колокольчик-талисман открыть поможет дверь. Колокольчик мой хрустальный, то веселый, то печальный, Я из тысячи голосов, динь-дом, динь-дом, слышу твой волшебный звон. Динь-дом, динь-дом, колокольчик мой хрустальный, то веселый, то печальный, Я из тысячи голосов, динь-дом, динь-дом, слышу твой волшебный звон. Динь-дом, динь-дом, слышу твой волшебный звон. Пора подвести итоги, что же сплели наши мастера Ну вообще, это получился даже не лоток, а короб А что мы сюда положим? Учок, чесночок Ну как это? Нет, давайте, давайте сюда мы тоже что-нибудь придумаем Конечно, спасибо Вы знаете, когда мы приехали в Латышино, нас как-то встретили с такой опаской С осторожностью мы сначала никак не могли понять, в чем дело Потом выяснилось, в эти дни вышла одна статья о московском комсомольце по району Потом другая статья, то, что бывает святое у людей Или то, что бывает доброго у людей Вот там все это было перевернуто с ног на голову Вот уже несколько месяцев возмущению Григория Абрамовича нет предела Одна отвратительная бульварная газетка Иначе я московский комсомолец назвать не могу Опубликовала, что, мол, картины, которые художники дарили главному врачу больницы Художники, которые были на лечении Так вот я еще раз категорически заявляю, что ни один из 80 художников Которые приняли участие в создании картины и галереи Никогда в больнице не лечился и не нуждался в этом лечении Это понадобилось, это провокационное измышление Только для того, чтобы дискредитировать всю эту работу И отбить от нас художников, чтобы они перестали, значит, с нами иметь дело 24 года проработал Григорий Абрамович главным врачом Микулинской психиатрической больницы Полжизни занимался созданием художественной галереи Началось все со знакомства с московскими художниками, приезжавшими в Микулино писать этюды В фойе местного клуба проходили экспозиции И каждый художник оставлял на память главврачу по несколько картин Григорий Абрамович хранил их дома А когда накопилось большое количество, то на территории психиатрической больницы появилась художественная галерея Среди акторов такие известные имена, как Таранов, Пивоваров, Лапшин, Воронцов, Попков Григорий Абрамович гордится знакомством с Виктором Попковым После нашумевшей картины «Двое», которые сейчас в Третьяковской галереи На Попкова начались гонения Годом позже художник получил международное признание А в 1974-м был убит Нам нужно создать свое советское Абрамсово Тогда так вопрос стоял И они выбрали именно наше Микулино городище Как нетронутый экологический край Где не записаны художниками Григорий Абрамович не раз страдал за помощь Когда договорили неудобным художникам Галерея была бельмом в глазу властей Зато теперь, спустя 38 лет, именно столько существует выставочный зал Это всеми признанное собрание Имеет огромную художественную ценность Какое это у вас вызвало отношение к нашим же коллегам? Ну это было полной неожиданностью для нас, для всех Для жителей районных, для, конечно же, нас, журналистов Что это просто стыдно за профессию, стыдно за цех А здесь получается, что нас всех обидели Единственный был вопрос, за что? Журналистка приезжала, очень интересная Народ на шляхе обрела, стала всем известная Этот ясный счастлив жил у нас И того, как вы на нас Всех завистников плетя и плетя словом для могла У меня есть такое стихотворение о Латашине моем Могу прочитать? Конечно На далекой знакомой рощею пламенеет заришить ее Здравствуй, край мой, сторонка отчая, Латашине моем Здесь пути мои новые начаты от исхоженных трасс в стороне Здесь грядущим встречу назначила беспокойная юность мне Латашине моем, я подданный твоих пашин, лесов, орех Для меня-то всю мою родину воплотила в себе навек А иные бубня от провинции, ее будущий абсурд За тебя я с такими провидцами буду драться не обессудь По-мужски не кричу прочувствия, не клянусь на весь свет в любви Но весомо твое присутствие в моем сердце, в моей крови А от имени Латашинцев мы хотим всем жителям Подмосковья Пожелать большого здоровья, успехов И будет жить Латашино, будет жива великая Россия Очень скоро ляжется мир на землю подмосковную Белым бухом полетить над синей рекой Не держи ты на меня обиду осень кровную Верю я еще не раз, мы встретимся с тобой Подмосковная сторонка, дорогая сторона У тебя на сердце осень, у меня печаль одна Подари мне на прощанье, осень шумел, цвета болей Прост Добрый вечер, уважаемые друзья! Сегодня такой хороший новогодний вечер и приятно находиться в этом зале. Мы сегодня в гостях у детской музыкальной школы, у нашей теперь школы искусств. А мы это клуб, литературный клуб «Геллиус», который работает уже 20 лет в этом году, работает в председательной работе «Геллиус». И мы вот сегодня приняли приглашение вот этих юных наших певцов, музыкантов, чтобы провести с ними сегодняшний вечер. Вообще, наш клуб «Геллиус» будет, как я сказала, отмечать 20-летие в этом году. Много было за это время интересных встреч, разных поездок, различных воспоминаний у нас, у членов школа, у наших членов школа. Этот год юбилей для нас также предстоит вам и встретиться с театром, с народным театром города Волголанска, с поэтами, писателями. Мы очень рады тому, что наш глава администрации, Лизенко Анатолий Анатольевич, всевозможных всячески поддерживает нашу культуру и оказывает помощь, и даже вот это здание, как мы, в котором находимся, только благодаря ему, в общем-то, что стало обителью вот нашей медланы, наших музыкальных дарований. Сегодняшний наш вечер посвящен такому очень хорошему новогоднему празднику Рождеству. Я предоставляю слово Ларе Ивановне Телегиной, которая идет в наш клуб. Она немножко расскажет об этом празднике, «А затем мы подкушаем изглубление и ядов. И было чудо на земле, и чудо в небесах, как солнце вспыхнуло в лучах, звезда в полночном клей, а на полночном клей...